но все-таки более важно, чем все, что я сказал про сдачу засчета то, что я сказал про то, что вы сами можете влиять на тематику семинаров пока что вот там вот ходит листик упустите, упустили облиток там кроме этого листика еще несколько экземпляров о сегодняшнем объявлении и на том же листе объявлении о следующем семинаре кому интересно, можете забрать с собой если вы это еще у себя в общей листе повесите то будет совсем замечательно соответственно, я буду впредь стараться, чтобы на каждом семинаре была известна тема следующего заседания так, и призываю вас проявлять активность поскольку сегодня, в отличие от вводных семинаров в прошлые годы тут не пришел никто из преподавателей из преподавателей с наших основных кафедр свыше математики, с общей физики и так далее то тогда та часть семинара которая была посвящена первого заседания которая традиционно была посвящена тому что эти преподаватели выталкивали к доске и просили их рассказать на какие темы они могли бы сделать доклады если бы их хорошо попросили то эта часть сегодняшнего заседания опускается разве что я могу сказать на какие темы я могу что-то рассказать, если меня попросить я сам на кафедре теоретической физики работаю соответственно что-то из интересующих вас тем по теоретической физике я могу для вас по возможности популярно изложить в той мере, в которой это можно сделать за одну пару при этом меня интересуют вопросы связанные с дифференциальной геометрией соответственно с общей теорией относительности с одной стороны с квантовой механикой особенности с основанием квантовой механики с другой а если более конкретно вас интересует вы можете на сайте семинара пойти я еще напишу на доске у меня же фестерру посмотреть на какие темы я раньше делал доклады ну и если возникнет желание у вас то что-то из этого я могу повторить по организационной части есть вопросы? тогда давайте приступим к обсуждению единиц измерения в электронной геометрии так вопрос к тем, кто с первого и второго курса что такое дивергенция и ротор знаете? или не знаете? нам только рассказали только что рассказали? только что рассказали? с первого курса с первого курса значит тут есть такая очень старая проблема связанная с единицами измерения в электронной геометрии дело в том, что если вы будете по сравнению акселла входят в четыре поля E, D, B и H собственно E это электрическое поле E это напряженность E это напряженность электрического поля значит B называется индукцией магнитного поля но кроме того есть еще поле D которое называют индукцией электрического поля есть поле H которое называют напряженностью магнитного поля значит чем, например, отличается E от D а B от H собственно если у нас поля в вакууме то есть только E и B а D и H с ними попросту совпадают во всяком случае если мы используем хорошие единицы измерения то они просто совпадают а если мы расхватываем поля в среде то под действием внешнего поля среда поляризуется под действием внешнего электрического поля в каждом объемчике наводится дипольный момент что такое дипольный момент все знают? первый и второй курс диполь это когда вот ну скажем два заряда электрические магниты одинаковой величины или два электрических заряда одинаковой величины противоположного знака произнесены на некое небольшое расстояние тогда у нас есть электрический дипольный момент пропорционально этому расстоянию пропорционально абсолютное величине заряда то есть поляризация среды значится в каждой маленьком кусочке среды электрические заряды сдвинулись в одну сторону магнитно в другую и поле D это некое это поле E к которому прибавлено умноженное на какой-то на какой-то коэффициент дипольный момент единицами электрический дипольный момент точно так же если есть внешнее магнитное поле то среда может тоже поляризоваться и в нем могут возникнуть в каждом элементе объема магнитный дипольный момент то есть каждый элемент объема может оказаться на магниче то есть можно считать что там возник скажем вихревой ток потому что магнитный диполь это такой маленький виток с током и величина этого диполя пропорциональна произведению площади этого витка на величину тока и точно так же H это комбинация B и магнитного дипольного момента на единицу объема с каким-то коэффициентом и в хороших системах отсчета таких как гауссовая система SGS у всех этих четырех полей единицы измерения одинаковы и тогда если у нас я уже сказал в вакууме индукция и напряженность от каждого поля совпадают а кроме того в вакууме если у нас бежит волна электромагнитная ну радиоволна, свет не важно то в этой волне амплитуда электрического и магнитного поля в хорошей системе одинаковы в хорошей системе единиц но к СИ это не относится как вы видите написано на слайде в системе ЕСИ то есть международной системе единиц которая считается стандартной которая по закону считается обязательной для техники для науки, для образования у каждого из этих четырех полей у каждого из этих четырех полей своя единица измерения и вот тут вот есть цитата из статьи Симухина в успехах физических новых в 79 году что в этом отношении система СИ не более логична чем, скажем, система, в которой длина ширина и высота предмета измеряется не только различными единицами но и имеет разной размерности причем эта статья была опубликована по решению бюро общей физики академии наук то есть эта статья в какой-то мере отражает мнение сообщества физиков а непосредственным толчком к этой статье послужило то, что незадолго до этого как раз по закону определили систему СИ как обязательную еще и для образования и сам вот Симухин наверное с учебником Симухина по общей физике все сталкивались и видели, что несмотря на все законы он все равно написан в системе СГС чтобы этого закона удовлетворить хотя бы формально у него есть там отдельный параграф где он разбирает как одно с другим связано причем Симухин в этом плане проявил неизгибаемую твердость потому что многие другие учебники по электродинамике в итоге оказались испорчены путем переписывания в систему СИ и не только учебники скажем я вот на эту тему в институте общей физики ну практически вот это же что я вам рассказывал рассказывал и там один коллега очень личным образом воспринял эту тему потому что в свое время ему для получения госпремии пришлось переписать монографию из СГС в СИ по ходу дела в эту монографию было нанесено дополнительное количество всяких ошибок в формулах за счет конвертации в другую систему поэтому там у многих физиков к системе СИ есть личные неприязненные отношения ну и впрочем не знаю наверное на кафедре общей физики вам система СИ тоже успели прорвать успели? первому курсу тоже успели? не успели еще нет? ну в первые дни даже а даже в первые дни? замечательно хотя вроде бы у вас еще электромагнитного поля потому что собственно вокруг электромагнитного поля все баталии идут для механики что СИ, что СГС принципиальной разницы нет только масштаб идем дальше это вот я записал здесь уравнение основные уравнения электродинамики в системе СИ с учетом присутствия товарищей с первого и второго курса надо что-то неяснить в частности что такое диф и рот что это? дивергенция и рот ну что такое частное производное я думаю все это что такое векторное произведение ну хорошо итак что такое давайте сперва напомним что такое поток поля через поверхность если у нас есть векторное поле то есть в каждой точке пространства задан вектор в поле это все векторное поле и если existe какая-то поверхность мы из этой поверхности эту поверхность берем на маленькие площадочки так, чтобы их можно было считать практически плоскими и поле на пределах площадочки можно было считать практически одно выбираем на этой поверхности знак и говорим где у этой поверхности внутренность отделов внешности и тогда, вот если кусочек поверхности, вот векторное поле, берем проекцию этого векторного поля на нормаль и считаем, что вот поток, это вот это поле, скажем, В, проекция на нормаль, с учетом знака, на внешний нормаль и умножить на площадь этой поверхности и суммируем это вот по 7 площадочкам ну и переходим к пределу, что площадки все меньше и меньше вместо суммы получаем от эрал по поверхности и вот это называется поток, поток реакторного поля через поверхность понятно? так, если поверхность замкнутая а, причем, если мы возьмем замкнутую поверхность и поделим ее пополам и посчитаем, возьмем поток поля, вытекающий из одной поверхности и из другой поверхности и сложим то что окажется? окажется, что вот есть границы между этими поверхностями и для одного потока она взята нормально смотрят в одну сторону, а для другого в противоположную видно? и соответственно поток, вытекающий из одной поверхности, учитывает эту поверхность с плюсом, а то есть другой с минусом если мы это в потоке сложим, то вклад этой границы компенсируется таким образом получается, что при разбиении большой поверхности замкнутой ячейки потоки делятся на кусочки ну и если наоборот объединяем ячейки, то складываются а что такое дивергенция? дивергенция, скажем, В это поток поля В вытекающий из маленькой-маленькой ячейки разделить на объемы этой ячейки вот, собственно, и все мы можем поток поля через поверхность представить себе такую геометрическую картинку что если мы провели линии поля так, чтобы частота этих линий была пропорциональна величине поля а сами линии касались векторов поля всюду то тогда поток поля через поверхность прямо пропорционален числу линий, которые эту поверхность пересекли представим? так что, если посмотреть а, и еще надо, что на какой рот объяснить значит, сначала что такое интеграл от поля вдоль кривой вот берем кривую ориентированную кривую вы выбрали на ней положительное направление побили тоже на маленькие кусочки чтобы они были практически прямыми и поле, чтобы было на них практически одно и вот берем длину это кусочек и множим на проекцию поля вдоль кривой и суммируем по всей кривой это вот будет называться интеграл от поля вдоль кривой если кривая замкнута то есть такая кривая называют замкнутым кортуром на нем надо еще обозначить какое направление обхода положительное и берем интеграл или сумму а в пределе интеграл по этому витку один раз это будет называться циркуляция поля по этой кривой и опять таки если мы такие витки будем так вот объединять я положительное направление обхода нарисовал то вы видите внутреннюю границу мы один раз когда по одному идем проходим в одну сторону по другому идем проходим в противоположность то есть если мы опять таки то есть опять таки если у нас какая-то есть какой-то большой контур мы его поймили на маленькие ячейки с одинаковой ориентацией и считаем по каждой ячейке циркуляцию то циркуляция по большому контуру это будет сумма циркуляции по всем маленьким контурам и как с потоком мы ввели дивергенцию здесь тоже мы можем ввести аналогичный ротор мы берем маленькую-маленькую площадочку и считаем вот циркуляция поля по этой площадочке разделить на площадь этой площадочки для маленькой-маленькой площадочки и вот эта величина будет об этом ротор поля В это будет но ротор поля это вектор если взять площадку если это x-овая компонента ротора это значит площадка должна быть в плоскости y перпендикулярно x направление связано с направлением рови так что плюс если направление обхода контура связано с направлением вектора по правому венту и минус если по реальной так что я не знаю в интегральной форме может быть у вас я не знаю было на втором и третьем курсе равния е-максима в интегральной форме А раз у вас не было потоков и циркуляций, то, наверное, не было равноваций. Ну и теперь можно, соответственно, объяснить, что какое равнование назначено. Видите указку? Вот это уравнение. Это означает, что поток через другую замкнутую поверхность магнитного поля равен 0. То есть линии магнитного поля нигде не обрываются. Магнитных зарядов это уравнение означает, что поток электрического поля D через любую поверхность пропорционален тому, какой заряд сидит в этой поверхности. То есть линии электрического поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на 30 или на бесконечных. Вот это уравнение означает, что циркуляция электрического поля, то есть вихревое электрическое поле, которое идет по кругу, связано с тем, что через этот контур должен проходить изменяющийся поток магнитного поля. А это уравнение, что вихревое магнитное поле возникает, если через этот контур течет электрический ток или есть переменное электрическое поле. Вот этот вектор задает плотность потока энергии электромагнитного поля. Это объемная плотность энергии. А это, не буду подробно говорить, тендор напряжения создает, как и куда течет импульс. У поля тоже есть импульс. Ну а это сила действующей модели. С стороны электрического поля, с стороны магнитного. Это как индуктивность, связанная с потоком магнитного поля и электрическим током. А вот это то, что я уже говорил, как поле D связано с полем E, как поле B связано с полем H. Это в системе C. Видите, здесь возникает некий E0. Некий констант. 3, 0. P – это электрический дипольный момент до единицу объема. M – это магнитный дипольный момент до единицу объема. Даже если нет никакой среды, P и M равно 0, все равно D не равно 2, B не равно 2. Это особенность системы C. В вакууме, если исключить поля D и H, оставить только E и B, вот как эти уравнения выглядят. И тут видно, что нет симметрии между этим уравнением для ротора и здесь и этим уравнением для ротора и здесь. Здесь перед производной никакого коэффициента нет. А здесь появился коэффициент E0.0, который равен единице на C в квадрате. И здесь видно, что, скажем, в плотности энергии перед E в квадрате и перед B в квадрате стоят разные коэффициенты. И вот, собственно, в чем еще раз проблема. Система C оказывается в светстве этого неудобна для электродинамики. Поначалу это не было отчетливо ясно, потому что откуда, собственно, следует, что у всех этих четырех полей должна быть одинаковая разница? Ну, для этого надо считать, что надо, во-первых, отказаться от эфира. Надо признать, что в вакууме ничего нет, и пустой, и нет там ничего, что там могло бы поляризоваться. И вообще в вакууме вот эти поля, E должно совпадать с S, D, AB, SH. А кроме того, надо... А для этого нужна теория относительности. Для того, чтобы понять, что вакуум – это просто вакуум, что это не эфир. А вот можно спросить, вот об эфире вы говорите о таких представлениях, как светоносная среда? Ну да, я правильно понимаю. А с другой стороны надо, опять-таки, изучать специальную теорию относительности, чтобы понять, что если писать в четырехмерном пространстве и времени уравнение, то окажется, что поля E и B объединяются в одну четырехмерную матрицу 4х4. И поля D и A тоже объединяются в одну матрицу 4х4. И в этих условиях удобно, чтобы у них все-таки была одинаковая размерность. Тогда эти поля войдут в эту матрицу без всяких коэффициентов. А если размерность у этих полей разный, то надо будет еще помнить, что не только в какие клетки матрицы какое поле ставить, но и какие коэффициенты туда еще приписывать. Ну а, собственно, поскольку инженеры в массе своей теории относительности не знают, то для них, соответственно, ущербность с этой точки зрения системы СИ нечем. Ну а кроме того, когда придумывалась, точнее, еще не система СИ, а ее предшествия, практическая система единиц, мы придумали как раз инженеры, еще не было специальной теории относительности. А когда появилась специальная теория относительности, то оказалось, что от вольта и ампера отказываются уже поздно, они уже в каждой розетке. И поэтому, оказывалось, что система СИ неудобна для электродинамики, но эталоны поддерживаются именно для системы СИ. Измерительные приборы колебуются в системе СИ. И с вольта и ампером надо было бороться сто лет назад, а сейчас уже с ними бороться просто. Да и даже сто лет назад, может быть, шансы были очень велики с ними бороться. И какая в итоге сложилась практика? Что система СИ – это система для измерений, а гаунцевая система СГС – это система для выкладок. Формулу в ней лучше списать СГС, а мере лучше всего. Потому что емкость всех конденсаторов, скажем, сейчас прокалибрована в фарадах. А в системе СГС единица емкости – это сантиметр. Хотя вот коллега из кафедры общей физики мне рассказывал, что ему встречались древние конденсации, сантиметра начала XX века, которые были промаркированы не в фарадах, а в сантиметрах. С другой стороны, СГС оказалась основой некой системы физической единицы. То есть, не знаю, сталкивались вы или не сталкивались, но скажем, в теории относительности физики часто любят положить скорость света единицей. Сталкивались? А в общей теории относительности могут еще захотеть положить единицы, скажем, в революционную постоянную. А в квантовой механике могут захотеть положить единицы постоянную планку. Так вот, когда такие уравнения пишут, положив какие-то фундаментальные константы единицы, то стартуют с уравнений написанных в СГС. И вот именно это я имею в виду, когда я пишу, что СГС это основа некой системы системы единиц. Что вот эта система, система единиц, это система СГС и те системы, которые получаются из нее за счет того, что ту или иную фундаментальную константу положили равной единице. То есть положили скорость света в единице и тем самым стали вымерить время в сантиметрах. Ну всем понятно, что замечательно. Один сантиметр времени, это время, за которое свет в вакууме пройдет один сантиметр. Все скорости стали безразмерны выражаться через скорость света. И в этом плане опять-таки система СИСТ от всех этих теоретических систем стоит в стороне. Ну и еще, продолжая описывать сложившуюся практику, электрические цепи, как ни странно, все-таки пишут в системе СИП. Даже у ТАМО, в основах теории электричества, которые последовательно написаны в системе СГС, есть один раздел, где используется система СИП. Этот раздел как раз касается электрических цепей, особенностей гемкостей. А с другой стороны, электромагнитное поле все-таки предпочитает писать в АЗС. Правда, если вам дать задачку, в которой присутствует сразу электрическое поле, электрические цепи, как вы будете с такой задачкой работать? Придется вспоминать, как одно в другое переводить. А было бы все-таки приятнее иметь что-то, чтобы было удобное там и там. Ну и, собственно, возникла мысль, нельзя ли модифицировать систему СГС, галксовую систему, так, чтобы сохранить ее главное преимущество. Дело в том, что во всяких ругательных статьях в адрес системы СИП часто смешивают два разных, две разных особенности. И связывают разные размерности вот этих четырех полей с тем, что в законе Кулона в системе СИП есть отличные от единицы константа. А на самом деле одно с другим не связано. Значит, что мы будем делать? Мы сперва перейдем от гауссовой системы СГС к гауссовой же системе МКС . Единица заряда в системе МКС гауссовой будет 10 в степени 4,5 и единица заряда СГС, в которую мы прибыли. Правда, коэффициент не очень приятный, в дробной степени, но тем не менее. И потом мы модифицируем эту систему, введя дополнительную независимую единицу заряда в Кулон, такой же как в системе СИП, но при этом сделаем так, чтобы все четыре поля измерялись одинаково в вольтах на метр. И то, что получается, у меня условно обозвано физико-технической системой. Почему физико-технической? Ну, чтобы примерить физиков с техниками. Физиков, которые любят СГС, техниками, которые любят СИП. Дальше вот эта система обозвана в документах. Значит, вот у нас написан закон Кулона в системе СИП. Вот этот коэффициент единицы на 4π ε0 мы обозвали как К. Можно назвать его, скажем, константной Кулон. ε0 я не буду писать, чтобы не возникла путаница, где система СИП, а где физико-техническая. А в системе НКС Гауссова коэффициент К отсутствует в районе 11. И, соответственно, сравнив эти два выражения, видим, что коэффициент пересчета зарядов – это корень дозаписканного коэффициента К. Если мы хотим, чтобы в обоих системах сила равнялась заряду умножить на поле, то раз заряд умножится на этот корень, то поле надо на тот же самый корень поделить. А дальше мы делаем то же самое со всеми остальными величинами. Все источники, то есть заряды, токи, плотности токов, дипольные моменты при переходе от Гауссовой системы к физико-технической, вставляем перед ними корень СК. А для всех полей E, B, D, H, потоков, циркуляции, вставляем единицу на тот же самый корень. И в силу этого, как здесь были одинаковые размерности у всех четырех полей, так и физико-технические, остались одинаковые размерности для всех четырех полей. У всех четырех полей оказывается одинаковая единица измерения, вольт на метр. То есть вот правило, как формулу в Гауссовой системе превратить в формулу физико-технической системе. При всех источниках состоять в корень счислитель, при всех полях состоять в корень изменения. При этом для электрических цепей остается ровно все то же самое, что было в системе СК. Вот я написал несколько формул, что ток это производный от заряда по времени. Видно, что если заряд в кулонах время в секундах, то получается ампер и неважно СК или физико-техническая система. Вот исходя из этой формулы, что У на И это мощность, видно, что раз у нас метр-килограмм-секунда те же самые, амперы те же самые, значит напряжение останется в вольтах и сопротивление останется в обах. Ну и из формулы, скажем, для энергии конденсатора и энергии КТУ. Потому что в индуктивности видно, что емкость останется в фарадах, а индуктивность останется, как это называется, в евре. То есть получается, что вот такая вот модифицированная гауссовая система, вот в ней те же самые уравнения написаны. И вы видите, что вот как вот если сравнивать ротор Е вот так, и здесь одиннадцать, и здесь одиннадцать, симметрично. Если смотреть энергию поля, то там одинаковые коэффициенты для Е и для электрического и для магнитного поля. Если смотреть силу, действующую на заряд, то получается формула в точности такая же, как в гауссовой системе. Вот тут вот я все эти константы кулона отвел в рамочку. И видно, что если эту рамочку выкинуть, то получится ровно такие же формулы, как Vzx. И в итоге, обратите внимание, что когда вы смотрите размерности разных физических величин, в чем что измеряется, то вы там фиксируете, скажем, метр, килограмм, секунду, еще, скажем, ампер, а остальные единицы получаете, перемножая и возводя в степень вот эти вот основные единицы. Но для того, чтобы фиксировать систему единиц, мало фиксировать основные единицы. Надо еще фиксировать форму уравнений. И вот в такой вот условной физико-технической системе основные единицы измерения ровно те же самые, что в системе Си. Метр, килограмм, секунду и ампер. Но поскольку уравнения пишутся в другой форме, то некоторые производные единицы оказываются другими, чем в системе Си. Понятен ли этот момент? То есть даже вот если вы площадь считаете, вы можете мерить площадь в метрах квадратных, а можете мерить площадь в круглых метрах. Круглый метр – это площадь круга радиусом 1 метр. Если мерить площадь в круглых метрах, то в формуле для площади прямоугольника окажется, что а на b разделить на b. А формула для площади круга в круглых метрах будет просто ряд в квадрате. И если посмотреть, то что в квадратных метрах, что в круглых метрах единица измерения площади имеет размеры с метром во второй степени. Но это разные единицы. Потому что здесь за счет вот этого пик, который исчезла из площади круга и попала в площадь прямоугольника. Понятен? И точно так же в любую формулу, которая вводит вам какие-то новые величины, вы можете взять и совершенно с потолка вставить какой-нибудь крышцент. И в итоге изменятся единицы, в которых измеряется вот эта вот новая величина, которая этой формулой имеется. Поэтому можно рассматривать вот такую физико-техническую систему как модификацию системы С. Система С совпадает с основой единицы. А с другой стороны, по форме записи уравнений, это скорее модификация галузского системы. Ну а с учетом того, что если посмотреть вот четыре поля, то вот в физико-технической системе и в системе С совпадают электрические поля. Поля D отмечается на коэффициент Е0, поля H отмечается на Ц0, а поле B отмечается в скорость света С. Видите? Скорость света. В принципе, это не так страшно для экспериментаторов, потому что не существует приборов для измерения полей D и H. Поля D и H это некие вспомогательные поля. Я уже вам говорил, что это поля D и H, линейная комбинация полей Е и B с соответствующими плотностями дипольных моментов электрической модели. Меряют всегда поля Е и B. Поле E совпадает, поле B отличается в скорость света. Скорость света это, по крайней мере, хороший физический осмысленный фактор. Ну и поэтому, чтобы экспериментаторы на нас не обижались, можно сказать, что поле B физико-технической системы разделить на С, которое совпадает с полем в системе С, обозвать, скажем, приведенным магнитным полем. Не использовать его для написания формул, но имейте в виду, что в нем прокалиброваны те приборы, которые имеют магнитное поле, существующие сейчас в системе С. Что еще тут можно отметить? Тут можно обсудить физический смысл этой постоянной кулоны. Ее численное значение для отношения единицы заряда в системе МКС Гаусс к одному кулону в квадрате. На данный момент эта константа особого физического смысла не имеет. Но, как ни странно, в ближайшем будущем она некий физический смысл должна приобрести. Дело в том, что когда международная система Единиц только возникала в конце 19 века, как определялись метры, килограммы в секунду? Кто помнит? Не помните? Метр был определен, что есть платиново-иридиевая линейка с хитрым X-образным сечением. На этой линейке нанесены две риски и по определению считалось, что метр от расстояния между этими двумя рисками при атмосферном давлении температуре 0 градусов. По определению. Килограмм по определению, это вот было, что вот в сервере, в палате мер и весов, кроме этой линейки, есть еще гирька. И масса этой гирьки по определению равна 1 килограмма. Секунду тогда, как ни смешно, не определили. Сказали, что такое секунда, спросите у астрономов. Потом уточнили. Сказали, что секунда это не просто астрономическая секунда, а астрономическая секунда, приведенная к эпохе 1900 года. Потом, по мере роста и точности измерений, понадобились более точные эталоны. И в конце концов, для секунды, секунда была определена через эталон частоты. что вот есть спектральная линия в атоме, частота, которая получается при неком переходе электрона с уровня на уровень. И зафиксировали, что эта частота по определению равна некоторому числу. Какой именно атом? Сейчас, не помню. Сейчас этот атом еще успели поменять. Но, в общем, в итоге оказалось, что после этого, что не нужен нам никакой материальный металон секунды, достаточно договориться, какой атом при каких условиях. С метром тоже, в конце концов, расправились, зафиксировав точное численное значение скорости света. Вот. Это значение скорости света является точным. Потому что так договорились. И после того, как так договорились, те опыты, которые раньше были опытами по измерению скорости света, превратились в опыты по определению длины метра. То есть, секунды есть через эталон частоты, метры есть через эталон частоты и скорость света. А что сейчас в килограмм? Конечно, смешно, но до сих пор килограмм – это масса той самой ельки, которая уже более шеста лет хранится в севере под тремя этими колпаками. Все видели фотографии. Последнее уточнение. Ну и копии этой ельки хранятся вот там, еще где-то в дюжине стран. Причем последнее уточнение к определению килограмма состояло в том, что прежде чем сверять вот этот самый эталон килограмма, вынувлый из-под колпака, его надо по определенной процедуре помыть. Потому что иначе он пачкается. И он пачкается примерно на один микрограмм за вот. Понятно, что все единицы измерения сейчас вроде бы привязаны к А. А и ампер определен, что как сила тока, которая такая, что два параллельных провода на расстоянии 1 метр притягивается с силой там 2 на 10, там, наверное, в седьмой, кажется, ньютона на один погодный метр. Понятно, что определение килограмма через гирьку давно уже никого не устраивает. И вот уже последние несколько десятилетий шел спор по поводу того, как переопределить килограмм. Собственно, было два основных предложения. Одно предложение состояло в том, чтобы зафиксировать точное значение постоянной абагадры, сделать из кремния шарик, отполировать, посчитать лиматом, зафиксировать точное число постоянной абагадры, и за счет этого будет зафиксировано значение килограмма. Это было одно предложение. Другое предложение было другое. Зафиксировать дополнение к скорости света и еще численное значение постоянной планки и элементарного заряда электроэнергии. Если это сделать одновременно, то сразу у нас определяется и ампер, определяется кулон, а осталось бы определяется ампер. А с другой стороны можно скомбинировать Е, С, А, и получить килограмм. Причем, в принципе, для килограмма хватило бы одной постоянной планки, но оказывается, что удобнее зафиксировать то и другое и другое одновременно. И чему бы тут я немножко дальше про это скажу, а пока обращу ваше внимание на следующее. что в системе Си после того, как будет зафиксировано точное значение элементарного заряда, окажется, что кулон будет привязан к элементарному заряду. А в системе СГС у нас принято брать единичный коэффициент в законе кулона. Единица заряда в СГС определяется через силу взаимодействия и к элементарному заряду никакого отношения не имеет. И поэтому после этого окажется, что для того, чтобы пересчитать заряд из системы Си в СГС после того, как будет кулон виксирован через элементарный заряд, нам надо будет знать значение константа кулона. А константа кулона она теоретически не учисляется. Это экспериментальная константа, ее меряем. Ну, правда, фундаментальный смысл имеет не она, а нечто, что ей пропорциональное, так называемая константа тонкой структуры. Ну, не буду я сейчас про это говорить. Ну, а если сейчас вам во общей физике могут дать задачку типа выведите отношение единицы заряда в системах ССГС, то после того, как будет зафиксировано значение кулона через элементарный заряд, эта задачка уже потеряет решение. Это нельзя будет вывести. Это надо будет измерять. Ну, или в ответ войдет вот эта вот константа кулона, которая известна не точно. При этом, после того, как будет зафиксировано кулон через элементарный заряд, через заряд электронов, ведь не появятся ниоткуда эталоны для системы СГС. Эталоны будут поддерживаться для системы СИ. И после этого окажется, что для того, чтобы что-то пересчитать из системы ВСГС, в систему СИ надо брать вот эту вот константу кулона, которая известна не точно, и этот пересчет будет вносить дополнительную погрешность. То есть вот это вот, то, что фиксация точного численного значения элементарного заряда, в некотором смысле, это подкопыт под основу системы СГС. С другой стороны, это очень логический шаг, потому что элементарный заряд это самое естественное, к чему можно привязать единицу заряда. потому что заряд квантуется именно по таким элементарным зарядам. Ничего более естественного придумать нельзя. Но при этом, значит, если обсуждать взаимодействие, возможное взаимодействие между этими тремя системами или единиц, С и СГС, вот это вот нигде не используемая физико-техническая система, то понятно, что вводить в дополнение к двум существующим системам единиц еще и треть, чтобы студенты мучились с ними тремя, я не уверен, что это цена. Поэтому эта физико-техническая система, наверное, имеет смысл вводить в том случае, если есть надежда, что она вытеснит сегодняшнюю систему СИ. И есть ли такая надежда, вот в чем-то вопрос. Мне, как ни странно, кажется, что такая надежда, пусть не очень достаточно зыбка, но все-таки есть. С чем это сверстно? Ну, во-первых, все-таки переучиваться на физико-техническую систему почти не надо. Потому что СИ и электрические цепи считаются в точности, как они считались все. А все и привыкли считать их все. Электрические поля, электромагнитные поля считаются почти как в СГС. Правила, по которым надо вставлять коэффициенты, достаточно просты. Так что привыкнуть в модель легко. А в обратную сторону от физико-технических СГС переход еще больше. Это значит первое основание. Второе основание состоит в том, что на самом деле международное сообщество метрологов все-таки пусть и по коробкам сделало некие шажки в сторону системы СГС. Это вот цитаты из восьмого издания брошюры «Международная система единиц». Причем в седьмом издании соответствующая фраза отсутствует. В моем переводе вот это. Видите, какие забавные фразы. Выделение все моего. Отдельные ученые должны также иметь свободу иногда использовать единицы, не входящие в систему СИ, для которых они видят частные научные преимущества для своей работы. Видите, каким количеством уговорок оснащена эта фраза? Что нам очень не хочется ученым это разрешать, но так уж и быть. А вот следующая фраза объясняет, с чем связана пепла. Пример этого использования звезд гауссовых единиц в электромагнитной теории применительной квантовой электродинамики и относительности. Собственно, вот это и есть объяснение предыдущей фразы. Имеются в виду в первую очередь не какие-то абстрактные единицы не входящие в систему СИ, а единицы гауссовой системы СГС. Давайте на эту оборку посмотрим. Вниматель. Применительной квантовой электродинамики и относительности на самом деле без специальной теории относительности нельзя дать современное последовательное изложение электродинамики. И на третьем курсе специальная теория относительности и электродинамика в классическом вакууме даются в рамках одного семестрового курса теория поля. поэтому фактически эта оборка означает признание того, что гауссовая система единиц в электродинамике удобна. Причем тут еще есть некий кивок в сторону квадратной электродинамики. И эти кивоки видимо связаны с тем как раз с той самой резолюцией про которую я упоминал эта резолюция была принята в 2011 году на 24 генеральной конференции по мерам Песаджа. Резолюция называется «О возможных будущих пересмотрах международной системой единиц Сирии». И вот как раз в этой резолюции планируется зафиксировать точные численные значения в постоянной планке элементарного заряда. Ну и получается что система Сирии привязавшись к постоянной планке элементарного заряда должна будет как раз опереться на квантовую электродинамику при определении двух основных единиц килограмм на и визе. Но опять таки та же самая цена. Как раз квантовые электродинамики метрологи уже признают что система СГС будет причем каким образом именно могут быть зафиксированы введены эталоны и воспроизведены единицы киломассы так вот новой единицы с помощью квантовых эффектов. Значит вот тут старое определение ампера фиксируется в значении ну это то же самое что я сказал про село взаимодействия двух проводников только при нем образом дается но на самом деле как ни странно система СИ сейчас существует в двух разных вариандах одна и та же система СИ существует в двух разных вариандах хотя может быть вам про это не говорят но это так во-первых есть ампер определенный вот так как написано по определению строго а есть еще другие единицы это тоже вариант системы СИ которая называется практически единицы они определены с помощью эталонов вольт 1990 и он 1990 что это такое он 1990 определяется через квантовый эффект холла квантовый эффект холла это у нас есть плоский проводник специальным образом приготовлен поперек него магнитное поле направлен по нему течет ток и понятный эффект холла состоит в том что на движущийся заряд поперек скорости действуют силы и она поперек магнитного поля эти заряды смещает возникает напряжение поперек ток и есть так называемое холловское сопротивление оно пропорция это отношение вот этого напряжения поперек тока к величине тока при квантовом эффекте холла оказывается что если это сопротивление мерить то на нем будут ступеньки это разумеется не то сопротивление к которому мы привыкли потому что напряжение и ток берутся в разных направлениях но тем не менее все равно это позволяет сравнивать с обычным умом и вот там возникает такой коэффициент постоянная планка разделить на е квадрате на квадрат за е и в вовне 1990 года принято точное значение вот этого коэффициента а в вольте 1990 года определяется через эфет джезовсона что такое эфет джезовсона есть сверхпроводник а сверх два сверхпроводящих контакта между ними щель узенько через эту щель электроны могут туннелировать если приложить напряжение им там нельзя находиться но тем не менее они могут за счет квантовых эффектов перескочить через эту щель если поперек этой щели приложить напряжение то перескочив через эту щель электрон приобретает энергию и на другом берегу этой щели он перепрыгнут под эту энергию и излучает точнее перепрыгивает не отдельный электрон на куперовский пар то, что вы знаете, наверное в сверхпроводнике электроны ходят пары и вот он приобретает энергию 2Е разделительное напряжение но если эту энергию излучить в виде одного фотона то эта энергия то частота этого фотона прямо пропорциональна коэффициент пересчета постоянная планка и вот этот коэффициент 2Е на аж это как раз есть отношение частоты излученного фотона к напряжению, приложенному поперек Джезусоновского контакта это напряжение тоже численно эффективно в стандарте 1992 так вот эти вот единицы 1990 года практически они воспроизводятся существенно точнее чем те электрические единицы которые в формально правильной системе силы воспроизводятся причем если мы умножим вот этот соответствующий вольт вольт 90 вольта на ампер 90 вольта ну понятно через ом и вольт можно вырезать ампер мы получим не совсем ватт то что мы получим будет от ватт будет один ватт с маленькой поправкой я не помню то ли 10-7 то ли что-то в этой духе может быть там на следующем слайде будет а ну значит забыл написать в общем будет маленькая поправочка то есть это все-таки не совсем и дело в том что в современных измерениях очень часто не очень но часто оказывается что основной источник погрешности это не погрешность самого измерения это погрешность которая определена единицей измерения и за счет этого мерить практических единиц сейчас точнее чем в формально правильной системе силы за счет вот как раз по этой причине все думают что пора отказываться от той гирьки которая хранится в севре как эталон килограмм потому что она создает вот эта гирька создает большую погрешность если у вас килограмм определен не точным то сколько точно вы не мерили вы не сможете измерить точнее чем той гирька 19 века ну и понятно что фиксируя вот эти две единицы фиксируя численные значения постоянной планки и зарядной электроны одновременно именно одновременно это все равно что одновременно зафиксировать вот эти две константы для квантового эффекта Холла и для эффекта гризуса вот именно поэтому и хотят зафиксировать одно ремень вот я вот с коллегами из кафедры общей физики на тему беседовал на тему того что нельзя ли попробовать в каком-то экспериментальном виде такие вот физико-технические единицы вести вести попробовать скажем учить студентов таких единиц тогда к системе извес они будут переходить легко а для перехода к системе СИ составить там специальную брошюру где будет все подробно расписано и разрешить этой брошюрой пользоваться во время так скажем контрольных и тому подобное уж такая официальная шпархалка но тут реакция которую я встречал была разная но во многом она выражается вот этой картинкой видите это английская и русская версия одной и той же картинки толпа народа и каждый думает что он может сделать один так ну это уже верно дальше имеет смысл действовать ну и вот собственно правда жалко что осталось всего двое студентов вот смысл моего рассказа про это именно в этой аудитории был в том чтобы получить обратную связь от студентов что вот как вы воспринимаете насколько вам это было бы проще или сложнее если бы вдруг на фистехе решили провести и провернуть эту авантюру и взялись бы рассказывать вам электродинамику в каких-то мигде кроме фистеха не применяющихся единицах насколько вам это было проще или сложнее как вы думаете я олимпиадник поэтому я вот очень много на олимпиадах мы считаем все вот и вот это вот все вот законы для электромагнитного поля вот поэтому когда мы сейчас учим СГС вот СГС то проще понимается и я понимаю как оно переводится поэтому мне трудно сказать а то есть вам сложно сказать вы слишком хорошо знаете Си да я знаю Си чтобы как переводить из одного в другое а вы ну сложно сказать когда ну в основном ну завершение задач это более-менее ну это более-менее практически а вот если заниматься чем-то более глубоко чем здесь дается то там наверное яснее понятно допустим где конкуренция недопонимание между практиками и тех которые теоретически считают что заниматься чем-то непонятно там можно будет понять насколько то есть сейчас мне это все понятно как ну в общем небольшие нестыковки но мне они не кажутся большими вот скажу несколько слов где эти нестыковки наиболее опасны потому что в системе в системе СГС опция у четырех полей B, D, E и H одинаковая разница одинаковая единица в системе С у этих четырех полей разные единицы и понятно у некоторых других величин вследствие этого в С разные единицы а у СГС одинаковы и если вы пересчитаете как физика что-то с электромагнитными полями а потом вам надо это передать инженеру перевести это все дело в С и тут вы начинаете чесать в затылке потому что одной и той же единицы С в системе СГС может быть в принципе сопоставлены до четырех разных единиц системы С и зависеть это будет от того какое из четырех полей там отметилось и если взять не то то вы получите ошибку причем ошибиться тут можно скажем запросто в численном значении в 3 на 10 в какой-то скорость света раз потому что там скорость света возникает ну или там какую-то комбинацию эту комбинацию вот ее тоже можно и в принципе вот скажем в атомном проекте подобного рода недоразумения между физиками инженерами иногда случались когда искали где же ошибка ошибка была банальна переходе от системы СГС к системе СИ от системы СИ к СГС перейти на самом деле проще потому что там наоборот слипаются между собой разные единицы ну ладно давайте на этом пока остановимся